Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Сегодня у нас представлен к обзору замечательный караван Белли Уникорн Валенсия. Караван 2017 года выпуска. Находится он на площадке по адресу Псков Николая Васильева, 82А. Данный караван полностью растаможен. Его стоимость 1 миллион 742 тысячи рублей. Это караван с французской кроватью, с полноценным санузлом. Великолепной установкой Альда, отопитель. Он же проточный бойлер. На караване установлен мувер PowerTouch Evolution. Пульт в комплекте. Все замечательно работает, все проверили. Альды тоже сейчас запустили. Уже у нас ноль сегодня. То есть, ну, понятное дело, что водичку не проверим. Но топится дом шикарно. Уникорн Валенсия 2017 года, это, скажем так, предпоследнее поколение караванов, которое вообще сегодня выпускает Белли. Безусловно, это технология Allutech Body Shell. Без использования саморезов при монтаже стены потолка. Все это дело закладывается вот в боковые вот такие алюминиевые вставки. Караваны данного типа имеют безбагажную компоновку с большим вот таким вот панорамным стеклом. В первую очередь это, безусловно, говорит о том, что караван стал крепче и прочнее в передней его части, в самой проблемной. И когда нету вот такого багажника, здесь его никто не перегрузит, никаких не будет с подоконником бед. Ну и, конечно же, если обратить внимание на обзоры именно самих производителей, то данный караван самый прочный среди бытовых, скажем, и самый теплый. Сцепная головочка Алка с боковым компенсатором, 13-пиновая розеточка. Алка Трекшн Контроль. Алка Трекшн Контроль это, по сути, свои ESP. То, что не даст, скажем, при лосином тесте каравану уехать вперед в ВАЗ. Закладная для палатки в данных караванах может быть использована с любой из сторон. Сама закладная находится внутри как раз вот этого алюминиевого профиля. Сзади справа у нас расположился санузел. Санузел Petford T250 с отдельным бачком с мылом. Караван на оригинальных литрых дисках с замечательной резиной, которая не требует ни замены, ни докачки и подкачки, скажем, мувер PowerTouch Evolution. Рядом с осью сделан бокс для газа. Тут даже, в принципе, уже осталось очень мало британского газа. И, тем не менее, все равно установочка Альды еще вовсю дует. Ну вот я не знаю, передаст камера. Даже вот выхлоп газового горения, вот немножечко как подпотело. Все замечательно работает. Здесь у нас место подключения насоса помпы, кубик. Встроенный редуктор, место под два газовых баллона. Максимально сюда залезут две 24-ки композитных. Ну и, конечно же, здесь будет тревоза замена газового шланга. Для того, чтобы использовать наши баллоны уже. Фасад с окошком. Замечательная раздельная санузел комнаты здесь. Так, закладная для палаточки со стороны входа. Она же слева. И также в замечательном состоянии. Караван действительно очень красивый. Сплошные панели используются. У нас по левой стороне решеточки холодильника огромного. И доступ под французскую кровать. С поддоном замечательным. Ключик для PowerTouch. Все, я проверил. Сейчас зайдем внутрь и вам все это дело покажу. Так, что у нас вес тонна 30. Ну и вот зайдем заодно и погреемся. Альда работает шикарно громада. Скажу вам по-честному. В домике уже нажимают у нас 0. На улице уже 19 градусов. Но, скажу вам честно, чувствуется. С такого легенького мороза уже прям замечательно. Передняя часть каравана имеет вот такой вот бестумбочный. Без быстросъемной тумбочки, скажем. Перед здесь у нас получается 1,55 м на 2. Диваны в таком состоянии. Быстрый стол здесь тоже присутствует у нас. Штатный стол также в караване в комплекте. Что хочется сказать. Шикарное панорамное окно, переходящее пластиком в люк. Диодное освещение. Двухцветные фасады. Двухцветные матовые и под лаком. С шикарным хромом внутри. Он такое дает очень, скажем, ощущение шикарности и ощущение дороговизны в данном караване. Безусловно, панорама, москитные и фольгированные сетки на всех окнах уже 4D полностью закрытые. Стены такие. Это не обои. Это уже сэндвичи. Замечательное, прекрасное состояние. Красивые часы. Понятное дело, что утепленные углы. Это были. Были. Уникорн и Allutech Body Shell. Шикарная французская кровать. При размерах каравана 5,80 внутри и 7,40 снаружи. Очень удачное и достаточно классное расположение. Все на своем месте. Большой холодильник. Большой морозильной камерой. Дометик. Работает от электричества. Кстати, сейчас он может у нас работать и от аккумулятора, потому что у нас подключен 13-пиновый разъем. Но здесь есть свой аккумулятор. Он, не знаю, насколько он живой, но его все время подпитывает вот такая вот шикарная панель штатно установленная. Это солнечная панель Трума на 100 Вт. В принципе, то есть вот мы сейчас без электричества 220. У нас работает все освещение. У нас запускается Альде. Вот она работает у нас сейчас от газа. Поставила 30 градусов. Потихонечку нагоняет. Интегрированная кухня у нас представляет собой четырехкомфорочную. Включает в себя четырехкомфорочную газовую плиту с одной комфорочкой. С электрической работой еще 220. Ну, думаю, что у нас даже там остатков газа хватит на то, чтобы, да, ну, горелочку зажечь можно. Все замечательно работает. Газовый гриль, газовая духовочка присутствует. Ящичек для аксессуаров кухонных принадлежностей. Достаточно много места для кухонной утвари. Такая вот красивая дверка бара. Дальше ящик у нас глухой. То есть это то, где находится, в принципе, газовый баллон снаружи. По традиции насос-помпа находится в раковине. Секреточка для гаек. Пульт от мувера в комплекте. Могу вам продемонстрировать. Ну, все это делается снаружи, но раз мы полезли, то есть, вот у нас есть масса. Мы должны ее вкручить. Загорелся у нас на мозгах А. Включаем пульт. Две кнопочки одновременно. И, ну, вот, все срабатывает. Слышу, моторы работают. Здесь у нас с автоматической подводкой. Сейчас выключу все это дело. Выключил пульт. Выключил массу на мувере. Все замечательно работает. Ну, забрались под французскую кровать. Заодно можем посмотреть, что в ней находится. Поддон вот такой. Это технология. Это не самодеятельность какая-то у людей. То есть, что-то сырое бросить в караван, чтобы это было в поддоне. Он имеет даже слив. То есть, здесь вот есть вот такие вот отверстия. Думаю, что будет вам видно. Они светятся. Ну, люди достаточно давно продумали все до мелочей. Место под телевизор выезжающий. Из, скажем так, зоны отдыха. Может быть, то есть, здесь у нас ставится телевизор. Он может выехать. Все здесь, понятное дело, антенна разведена. 220, 12. Все здесь есть. Все присутствует. Шикарные панорамные люки. В принципе, все люки аэро. Шикарный холодильник. Шикарная кухня. Очень тепло в караване уже. Ну, давайте посмотрим. Санузел. Поворотный унитаз. Поворотный унитаз всегда так же видно снаружи, когда это. Этот форта 250 по кассете все видно. Здесь у нас электрическая помпа. Все замечательно работает. Зеркало давить прыщи. Умывайчик такая хорошая. Сюда может быть поставлен... Здесь есть вот такой штатный тканевый текстильный пакетик. Ну, можно сюда ставить уже какие-то полимеры, чтобы так же в санузле была мусорка. Великолепная большая душевая кабина. Она полностью зашита пластиком. Паддон без трещин и сколов. Все состояние практически нового. Ну, опять же, вот клиенты звонили, говорят, как объект. Понять пробег на караване. Да, на караване надо не пробег понимать. На караване в нем либо жили все время, либо караван использовали как, скажем так, дачу в российских условиях. В Британии, я думаю, что ни для кого не секрет. Нет такого понятия, как у нас съездить в деревню, съездить на дачу. Откуда в Британии вообще все это дело настолько развито? Это очень все дорого. И люди покупают караваны, покупают на... Даже бывает до трех сезонов сразу места в кемпинговых парках. Они платят за место, аренду. На этом месте им предоставляется электричество. Какая-то там, буквально там 10 квадратных метров лужайки, если есть у вас тент, палатка. И они ставят данные караваны и уже едут, скажем так, с детьми, с родителями, как на дачу. Поэтому, когда караван используется как датчик для, скажем, сезонных выездов с семьей, он имеет, как правило, вот такой внешний и внутренний вид по состоянию и, скажем так, по его красоте. Если в караване жили, то, знаете, ни одной химии не уберешь ни жир, ни следы, скажем так, жизни. Жизнедеятельность, наверное, в том числе. Ну, вот, что хочется сказать про этот караван, да, то есть ни одной царапины нигде, просто нигде. Внутри шикарный караван снаружи. И у людей даже вот сделана вот такая вот. Смотрите, я не знаю, насколько это практично, но вот пластиковая такая вставочка в средней части. То есть, несмотря на то, что тут линолеум, потом штатный ковер и вот такая вот пластиковая часть. То есть там забежали, можно здесь разуться и уже в любую из сторон податься, скажем так. Считаю, что на российских морях и пляжах, океанах это будет более чем актуально, чтобы песок уж совсем не разносить до конца. Ну, и, конечно же, этот ковер выкинуть, вытрясти достаточно просто. Что хочется сказать. Караван на твердую пятерку с плюсом. Стоимость его на сегодняшний день, пожалуй, лучшее предложение. Ну, и качество каравана, я думаю, что наша камера GoPro передаст вам вполне. Небольшой итог сегодняшнего нашего видеообзора. Это были Unicorn Valencia, 17-й год, 1,742 миллиона рулей, соответственно. И он находится у нас в городе Пскове. Смотрите нас на канале в Инстаграме Авточоиспсков, на нашем сайте Авточоиспсков.ру и, конечно же, на нашем канале на Ютубе. Сегодня еще пришли два караванчика, завтра будет караван достаточно взрослый и послезавтра будет еще один Unicorn, немножечко побюджетнее. Спасибо за просмотры, до новых обзоров и до новых встреч!